Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ларина и Екатерина. И сейчас я проведу разбор референса для того, чтобы вам было легче писать эту картину акварелью. Итак, друзья, посмотрим внимательно. У нас с вами явно виден передний план и дальний план. У нас с вами будет два плана. Среднего не будет. На средний можно было вынести на самом деле вот там ветку сбоку, с правой стороны, но мы не будем этого делать, упростим себе задачу. У нас есть ветка цветущая, два цветка на переднем плане, но там третий вот чуть-чуть торчит еще, и остальные цветы ушли все на задний план. Начинаем с заднего плана. Для передачи дальних объектов и дальнего фона мы с вами будем работать по мокрому. Для этого мы с вами возьмем по возможности бумагу с содержанием хлопка. Еще лучше вообще хлопковую бумагу, совсем, стопроцентный хлопок. Для работы по мокрому это идеальная просто бумага. Вот это такая ремарочка по материалам. Друзья, вот еще мы видим, что у цветов летит пыльца. Видите же, прям, да, такие желтоватые точки. Они тоже близко к нам, они на переднем плане. Поэтому, друзья, я предлагаю вам взять маскировочную жидкость и сразу ее обозначить. Вообще, это совершенно необязательно. Вы можете вообще не писать эти точки, эту пыльцу или сделать, попытаться это сделать брызгами с водой или поработать с солью, например. Ну нет, соль не даст такие эффекты. Она будет такими морозными цветками расползаться, впитывая в себя краску. Нет, наверное, это не подойдет. Ну, оставлять вот эти маленькие точки незакрашенными, это будет очень проблематично. Поэтому думайте сами. Это вопрос предпочтений. Нужны они вам или не нужны? Заморачиваться или не заморачиваться? В видео мастер-классы вы увидите, как я использую маскировочную жидкость. Вот, друзья, поэтому работаем по мокрому с задним планом, пишем расплывчато, ничего не детализируем, позволяем красочке самой сделать за нас всю работу. Также, друзья, хочу вам напомнить, что если вы оставите лужи, да, там у вас или бумага начнет у вас идти горбами, волнами, то вот луж тогда точно не избежать. Она будет в местах углубления, вода будет скапливаться, и там, где будет краска, красочный слой, он будет неравномерно впитываться в бумагу и будет оставлять вам такие разводы, цветы. Они, конечно, очень красивые, живописные эти разводы, но это вопрос предпочтений. Мое дело предупредить. Я работала без этого. Для этого вы увидите в видео мастер-классе, что я очень тщательно занималась заливкой. Я, во-первых, лист прикрепила к планшету скотчем бумажным для того, чтобы горбов не было, и потом бумагу не пришлось управлять, исправлять. Вот. И если у вас бумага в склейке, отлично, не открепляйте ее от склейки, рисуйте прям так. Это тоже поможет избежать волн на бумаге, когда работаете по мокрому. Ну и так, вот с фоном мы разобрались, да. Все цвета, я все рассказываю об этом, вернее, я пишу, подписала. Все цвета, которые я использовала, подписала в видео мастер-классе. Так, следующий момент. Это второй слой. Мы будем писать по-сухому и будем писать локальными маленькими кусочками. Я говорю сейчас про передний план. За счет чего у нас передний план должен выйти вперед к нам. Рассказываю секреты живописи. Друзья, ну мы добьемся того, что цветы выйдут на передний план. Прежде всего, большей детализации, потому что, естественно, мы видим больше, когда мы смотрим на что-то близко. Это первый момент. Во-вторых, у нас будет больше жестких линий. Все лепестки у нас будут очерчены очень четко и очень контрастно. Мы и с фоном поработаем, да, то есть мы фон доведем до ума по краю лепесточков и поработаем с контуром лепестков обязательно. Мы сделаем визуально загибы, да, у лепесточков, проработаем все вот эти их впадинки и закругления обязательно. Вот. За счет чего еще? За счет того, что мы будем работать цветом. Более темные цвета позволят нам достичь эффекта глубины. Да, мы углубим цветы в наш фон. За счет этого, за счет глубины и объема, они также выйдут на передний план. Вот, друзья, то есть у нас с вами два механизма. Это работа по мокрому. За счет этого, за счет того, что все линии будут на заднем плане мягкие и размытые. План, как мы и видим на референсе. Поэтому я выбирала этот референс, потому что здесь ничего не нужно менять. Он сам по себе уже идеален. И за счет того, что второй момент, это мы достанем цветы на ближний план за счет вот этих инструментов, которые я вам сейчас рассказала. Посмотрите, какая горящая серединка, да, у цветка. Как здорово здесь на картинке показана тень за счет такого красивого фиолетового цвета. Этот красивый фиолетовый цвет мы с вами будем делать из смеси. Это будет фиолетовый, ультрамарин и розовый. А горящие серединки мы сделаем из оранжевого, розового и красного теплого. Берите любые краски, которые у вас есть, только обязательно соблюдайте тепло-холодность красок. Еще немножко парочку слов по цвету фона, по краскам, которыми мы будем работать, делая фон. Обратите внимание, друзья, что у нас с вами все углы нашей картины будущей, они разные. Давайте придерживаться этого принципа, потому что это очень живописно всегда. Обратите внимание, что зеленый под веткой отличается от того зеленый, который над веткой. Цвет, если по диагонали брать, он от холодного, голубого превращается в теплый зеленый и превращается в бежевые оттенки, в охристые, в сиена жженая какая-то вот здесь присутствует. То есть оранжевый такой, размытый. Очень теплые и приятные цвета. Я предлагаю придерживаться нашего референса в оформлении заднего плана, потому что мне очень нравится этот градиент от холодных оттенков к теплому. К тому же он переходит по диагонали. Мы с вами будем, друзья, потихонечку добавлять сначала в ультрамарин. Мы идем сейчас от правого верхнего угла к нижнему левому. Смотрите, мы начинаем ультрамарином, потом в ультрамарин мы добавляем немного изумрудной красочки. У нас получается такой холодный, голубоватый, зеленоватый. Переходим в чистую изумрудную, потом в изумрудную мы добавляем зеленую, теплый зеленый оттенок. И затем мы наш теплый зеленый оттенок мешаем с какой-то желтой, либо охрой, либо любым кадмием желтым. То есть делаем его более светлым и более теплым. И за счет этого мы получаем такой красивый очень градиент. Я вам рекомендую всегда рассматривать референс с позиции инструмента, с позиции работы со светлой тенью, с позиции работы красок, цветов, подбора для этих задач. И тепло-холодностью, конечно же. Вот, друзья, такой разбор. Пожалуйста, подписывайтесь на обновления и получайте мои мастер-классы, а также разные упражнения. Непосредственно вам на почту. Очень многие материалы, такие как этот, доступны только под подписки для подписчиков моего сайта. Всем приятного рисования. С вами была Ларина Екатерина. С вами была Ларина Екатерина.